Вопрос к знатокам. Что я делаю? Вирусное видео в ТикТок. Намокла клавиатура, я пытался ее спасти. И теперь у меня нет клавиатуры. Лучше бы вирусный ролик снял тогда в ТикТоке. Я схавал от риса. Я два месяца сидел дома. И сегодня мне стало физически плохо от жары. Я бы еще дома посидел. К сожалению, нас выгоняют на работу. Отвух столько ходить. У меня сейчас болят ноги. Как у тебя дома обстоят дела с уборкой? У меня на кухне полы выглядят, как будто бы там какой-то Боров спит. Под ногами у меня лежит пакет для мусора. Здесь вот у меня, ты можешь видеть, меня вполне себе устраивает такая обстановка. Мне очень нравится. Экспириенс, чувак. Ты понимаешь, что такое экспириенс? Ради экспириенсу? Нет, я не понимаю, что такое экспириенс. Если тебе это не нравится, ну это бог. Ты не понимаешь. Я сделал завязку для дискуссии по челленджить. Это просто была завязочка для темы подкаста. Тогда мы этот кусок вырежем. Ты бы согласился жить с резинкой? Женщины всю жизнь по полностью дублик Паренсе. И потребностей подроидом можно загрузить какой-то характер, какую-то модель поведения. В чем вообще в целом секс с живой женщиной отличается от мастурбации? В чем разница? Ты можешь мне объяснить? Разница в прелюдиях. Иногда она длится несколько месяцев, несколько лет даже, понимаешь, перед сексом. Замещение чего-то натурального, чем-то искусственным. Я целиком это поддерживаю. Все больше вещей будут заменяться чем-то, созданным искусством. Зачем тратить несколько лет своей жизни на прелюдию? Видел из окна, как переезжает чувак. Грузили в газель его вещи. Среди них была резиновая женщина. Мужик засовывает в газель эту резиновую бабу. В чем проблема у нее была с дутием? Кто знает? Пишите в комментариях. Он просто не хотел на нее давить. Принимает такой, какой она является, не пытаясь ее как-то изменить для своего удобства. У меня было предположение, что грузчики в грузовом отсеке сказали, не-не-не, типа сдувать не надо, нельзя. Типа мы за ней присмотрим. Артур очень похож на Санта-Клауса. Но когда послушаешь, про что он говорит, просто ужасно. Ну давайте начнем с того, что Санта-Клаус это все-таки вещь искусственная. В реальности он не существовал. Но если бы он существовал в реальности, и многих родителей бы очень напрягала его странная тяга к детям. Это, кстати, тоже какой-то вид дискриминации. Мы будем дедами, и у нас будет какой-то интерес к детям. Просто пообщаться, пошутить. Но не хотелось бы, чтобы из-за этого какие-то грязные мысли людям голову заградывали. Не думаю, что это в 100% случаев будет возникать. Сам понимаешь, что у мамаши после рождения детей скачок гормонов едет от этого крыша, начинают себе накручивать, придумывать то, чего на самом деле не существует. Поэтому, когда ты будешь старым, не подходи к детям. А сейчас тоже не подходи к детям. Фотографируй их издалека. Хотел посоветовать, чтобы ты и струбировал тоже где-то под плащом. Аккуратно как-то. Девушки до 14 вообще, в принципе, не привлекают. 14 это уже девушки, да? Ты считаешь, что уже можно нормально? Да, с 14 можно нормально играть с девушкой в Майнкрафт вместе. Я шовинистическая свинья. Чувак. Я понял страшную тайну Женька. И здесь сейчас должна играть музыка из криминальной России. Женек. Женек, не надо. Я... Это... Это останется здесь. Только в этом подкасте никто не узнает. Главное, правильно это вырежи, и на этом можно будет подкаст завершить. Блин, а у меня нет такого крутого реконсита. В смысле завершать подкаст, пока Женек свою норму не выполнит, он никуда не пойдет. Тогда сделай вставочку вот эту бирайтбэк. Походу мне уже нельзя появляться в этом подкасте, конкретно в этой серии. Можно нарезать, в принципе, но лучше сохранить логическую целостность. А еще, Арчи, после моего убийства ты можешь вставить себя в парике с криком «Получай шовинистическое свинья!» Я уже мертв. Личная идея, если бы я только не принес клятву, что я никогда не буду сниматься нигде в женских ролях после того, как увидел, какое количество людей делают это в ТикТоке. Да, слышал, мы потеряли одного. Тик, извиняюсь, что меня очень мало сегодня. Мне просто нужно сделать домашнее задание, поэтому не играть в Майнкрафт. Если я сейчас зайдусь в подкаст, а не играть в Майнкрафт, тогда у меня точно времени хватит. Да, наверное, на этом подкаст и заканчиваю. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик нажимайте. А Санта-Клауса тоже что ли убили? Че это за новый участник проекта «Дома-2»? Мы просто выбираем персонажей, которые зайдут нашей аудитории.